Парни, пока я искал всю эту информацию, я потратил немало времени. Если вам видео понравится, то обязательно не забудьте поставить лайк. Хочу рассказать о группе Старый Спринтер. Эта группа посвящена сампу, и в ней вы сможете найти различные моды. Такие как фисты, скины и многое другое. Также в данный момент проходит конкурс, где есть 15 мест с призовым фондом в 1000 рублей. Также можно получить бесплатные товары, инвайт в приватблоки, приватные скины, гампаки и прочее другое. И кстати, у группы также есть бот, которым вы тоже можете написать. Поэтому ссылка на группу есть в описании, можете заходить и как минимум принять участие в конкурсе. А как максимум переделать репосты на всех записях к себе на стеночку. Всем привет, с вами Бурбон. Вот мы играем с самп на разных серверах, на разных проектах, и у каждого проекта есть свое название. А кто-нибудь задумывался, что оно вообще означает? Наверное, да, кто-нибудь дозадумывался. Например, я. Этот ролик я хочу посвятить этой теме. Но нельзя не напомнить, что играем мы на проекте Revendrell Player, о котором мы тоже сегодня поговорим. Его IP есть в описании. Можете заходить и играть тут. И ты тоже. Да-да, именно ты сможешь принять участие в этом ролике и сделать окончательный вывод. Но для этого обязательно, слышишь? Обязательно посмотри видео до конца. А также про лайк не забудь под роликом нажать. Это действительно поможет данному видеоролику. И будет означать, что я его делал не зря. Давайте поговорим о проектах. А если быть точнее, то про название этих самых проектов. И тут нужно отбросить ваше отношение к самим проектам. Потому что сегодня мы говорим про название. В этом ролике не важно, плохой, скучный, нудный, неинтересный, или же наоборот великолепный, крутой, самый лучший проект. Мы оцениваем только само название. Поэтому если вы очень хорошо, или же наоборот очень плохо относитесь к тому или иному проекту, то откиньте это. Ведь название и суть это разные вещи. Лады. И да, хотел бы сказать, что информацию о названиях проектов я искал сам, и мне в этом никто не помогал, кроме одного сервера, о котором я еще упомянул. Поэтому изначально авторы этого проекта могли вкладывать немножко другой смысл, но вроде как я постарался это как-то логическими факторами закрепить, то есть что означает сам проект. И получилось, как мне кажется, довольно-таки годно. Лады, хватит трепаться, или как говорится... Ой, я же на другом канале. Короче, погнали уже. Самым крупным проектом по онлайну является DiamondRP, который имеет 8 серверов. И в переводе сейчас скажу о уникальной вещи, которую, наверное, никто не слышал. Это бриллиант. С одной стороны, кажется, что называть проект в честь камня такое себе. Но если на самом банальном уровне включить логику, то можно выстроить логическую цепочку. Поняв, что, назвав проект Diamond, они подразумевали, они в смысле разработчики, что это очень элитный и дорогой, скажем так, продукт. Что это не гранит и не известняк, а именно бриллиант. Что-то редкое, красивое и необычное. Также название серверов тоже имеет отношение к камням. И каждый штат это, по сути, драгоценный камень. Что, в принципе, как мне кажется, показывает, что этот проект в априори должен быть качественным. Повторюсь, сегодня мы говорим только о названиях и не углубляемся в сам сервер. Адванс РП. Тут есть несколько вариантов. Поскольку с разработчиками я не общался, я сделаю свои теории сам. Первое, это второй студийный альбом британского технодуэта LFO, выпущенный в 1996 году. Разработчикам настолько понравился альбом, что они решили назвать в честь него проект. Да шучу я, ну, 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 поняли ведь шутку. А то такие сейчас, я уверен, кто у него сидит. Я говорю, чё, ты дурак, что ли, ты со всем крышей поехал, бурбен. Хотя смешно будет, если на самом деле именно это высмеивающая теория и окажется верной. Ну, да ладно, будем ближе к реалиям. Есть такая игра, как Grand Theft Auto Advance. Наверное, не мало кто слышал, но она есть. Выпущенная в 2004 году. С прорывной San Andreas того же года. Она никак соперничать не может. Потому что, ну, это две разные игры. А вот что касается названия, вполне возможно, что GTA Advance послужило названием для проекта. Или же, если мы просто переведём это слово на русский, то получим слово продвижение. Тут тоже есть некий смысл. Но, быть может, смысла и нет. Это я его сам себе придумал. Ну, окей. Ведь игра в самп это и есть продвижение. Ты качаешь свой аккаунт, зарабатываешь деньги, повышаешься во фракциях. Покупаешь дома, машины, бизнесы. Это и есть, по сути, продвижение. Но, если взять во внимание название серверов, то тут уже смысла особого я не нашёл. Это просто цвета. Красные, зелёные, жёлтые, белые и другие. Поэтому размаха для мыслей названия серверов не дают. А теперь самое главное. Я не буду высказывать мнение о том, какое название самое лучшее. Я просто расскажу, как мне кажется, что они означают. А уже выберите лучшее название вы, перейдя по ссылке в мою группу и проголосовав в опросе. Нельзя там вступать, подписываться. Просто можете перейти и проголосовать. Я не думаю, что имеет толк накрутка, потому что этот опрос среди подписчиков Бурбона, как бы, ну окей. Поэтому ссылка в описании на опрос. А мы идём дальше по проектам. Аризона РП. Если мы просто переведём это слово на русский язык, то, как ни странно, получим слово Аризона. Но если мы воспользуемся знанием географии Гугла, то можем узнать, что Аризона — это существующий в реалиях штат США. Поэтому это название склоняется больше к реальности. То есть это название штата. И согласитесь, если представить, что название серверов — это штаты, то название проекта по логике — это объединение штатов страна, государства или же республика. Зависит уже от конкретных случаев. То в этом плане Аризона звучит реалистичнее, чем название камня. Хотя это только моё мнение. «Ревент РП». Наверное, самое необычное название. Только потому, что такого слова нет. Я облазил немало переводчиков. Из английского перевода вообще не было. То есть он просто либо не переводил это, либо переводил как «ревент». Нашёл тонко похожее слово на французском, которое означало что-то по типу «мечтать» или «жесниться». И согласитесь, что-то есть в этом поэтичное. Но после, когда я оказался в ступоре, я пообщался с разработчиком проекта, потому что такая возможность у меня есть. И он мне объяснил, что они решили сами придумать это слово. И по сути «ревент» как слово — это придуманный бренд, который ничего не значит. Но если подумать, то предыдущий проект, о котором я говорил, Аризона, взял название существующего штата. То может ли «ревент» иметь название выдуманного штата? Я поискал немного похожие штаты, но тут немножко как бы неоднозначно будет не по написанию, не по звучанию, а просто по существу, то есть как они произносятся. То есть опять же, и по названию можно сказать, что эти штаты существуют в реалиях. То есть постарался найти что-то похожее, и получилось, что штаты Рот-Айленд, Коннектикут, Массачусетс, Вайоминг и Ревент имеют примерно одинаковое восприятие. А теперь вопрос. Догадались ли бы вы, что если бы я перечислил эти названия штатов, что Ревент — это несуществующий? Если бы вы не знали этого названия в самп-индустрии. Ответ можете оставить у себя в голове просто для себя, или же в комментариях, как вам будет удобно. Гранд РП. Если мы расшифруем название ГТА, то получится три слова, или же словосочетание «Гранд Зефт Аута», или же «Крупная автомобильная кража», или же немножко другое звучание «Великий взломчик машин автомобилей». Вариаций может быть несколько, но суть примерно в этом. И первое слово в этом названии, как ни странно, «Гранд». Сходство налицо, не правда ли? Как вариант, можно предположить, что разработчики решили взять что-то схожее с названием игры и взяли одно из трёх слов. Если мы переведём это слово, то получим «Большой», «Великий», «Грандиозный», «Важный», «Главный», «Великолепный», «Знатный». И сейчас я даже не хвалю проект, а просто перечислил несколько вариаций из 30 переводов. Но все они в похожем ключе, что-то типа «Великого». И да, тут даже гадать не нужно, что же хотели этим сказать разработчики. Но можно посмотреть на названия серверов. А это «Марс» и «Сатурн». А это, как вы знаете, название «Планец». И я не думаю, что когда-нибудь у этого сервера будет более 8 серверов. А, ну поняли? Эти планет всего 8 и... Смешно ведь. Хотя я уверен, что сейчас сумники начнут возмущаться и писать, что планет 9. Но согласно Википедии, а кто вообще не доверяет данным из Википедии? Там ясно сказано, что Плутон не соответствует этому определению планеты, поскольку он, внимание, не очистил свою орбиту от окружающих объектов пояса Койпера. Тох уж этот грязный Плутон. Ну так вот, если попробовать совместить названия проекта и серверов, то можно представить, что название проекта — это «Галактика». И тут, если быть проще, то можно просто выбрать название «Юниверсал». Но не «Пикчерс», так как ничего представлять мы не будем. А, мы поняли, еще одна смешная типа шутка о компании рассказала. Ладно. Хоть «Юниверс» переводится как «Вселенная», а не «Галактика», но окей. Но и «Грант», если подумать, то можно представить как нечто большое, а то есть «Галактика». «Эволф РП». Тут тоже две теории. Первая — это название, взятое из игры 2015 года, которое так и называется «Эволф». Хотя если «Адванс» имел схожесть с названием, так как это из вселенной GTA, то «Эволф» вообще не похожа на это. Хотя, если бы я вдруг отбросил объективность и соединил название проекта с его сущностью, о чем я говорил, что делать не буду, то все бы стало понятно. Тебя отправляют в мир хаоса и монстров, где тебе нужно выжить. Но делать это я, конечно же, не буду, как все могли подумать, поэтому будем думать объективно. В переводе на русский данное слово означает «Эволюция», или же «Эволюционировать». И есть вероятность, что разработчики хотели подчеркнуть эволюцию сам ПРП. То есть то, что он вышел на новый уровень и стал другим. Это уже логичнее. Сейчас мы не будем разбираться, соответствует название содержанию, а просто поговорим про название. Тут действительно хорошо подмечено, что если «Эволф» позиционирует, ну и нах, по крайней мере, позиционировал себя как «Возрождение» сам ПРП, то название «Эволюция» ему подходит. «Тринити РП». Тут самое, скажем так, было сложное. По запросу в Гугле я нашел сообщество профессиональных крипто-брокеров под названием «Тринити». После я полез с вопросом, что это такое в Mail.ru. Как бы это глупо не звучало, и получил ответ, что это комплект женского купальника, раздельного, что немаловажно. Ну, к теме проекта я не думаю, что это как-то имеет отношение. Также я обнаружил ответ как «Триединство», что, в принципе, является почти дословным переводом. А если брать значение из самого переводчика, то это троица или же что-то состоящее из трех частей. Пока что мне не совсем понятно, что означает название этого проекта, и я полез в Википедию, откуда я узнал, что «Тринити» — это альбом группы «Слот», один из приходов в Джерси, кодовое название первого испытания атомной бомбы США, российский системный интегратор в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге, персонаж фильма «Матрица», полуостров в Антарктиде, или же «Тринити колледж» — название ряда учебных заведений в Великобритании и других англоязычных странах. Также это сокращенное название Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, совместный трек российского рэп-исполнителя гуф и рэп-группы 2517, или же один из варфреймов из одноименной игры в варфрейм. Великолепно! Тут мой мозг начал закипать, ему потребовалось воды. Названия тоже у серверов не было, просто один RPG-сервер и два РП-сервера без каких-либо названий, то есть первый, второй и в принципе всё. Возможно, конечно, что сервера три, вот поэтому и Тринити можно было подумать и закрыть тему. Лично я на проекте не играл и что-то о нём сказать не могу, но почему-то я считаю, что сначала у Тринити не было трёх серверов, это логично, хоть на 100% я не уверен. И поэтому в этом ключе суть названия искать сложно, поэтому лично я не нашёл никакого логического объяснения этого проекта. Быть может, это Тринити в названии самого проекта и не значит ничего, просто красивое слово Тринити. А я как дурак сижу ищу информация, поэтому если вы знаете, что означает его название, то добро пожаловать в комментарии. И последний проект это Юниверсити РП. Хоть его название Юниверсити Реборн, но Реборн это что-то типа перерождение, то есть новая жизнь, так как проект закрывался и теперь вот открылся заново. А что касается самого названия, тут донеко ходить не пришлось. В переводе это означает университет. И если мы зайдём в группу, то в шапке и в логотипе мы увидим отношение к университету, то есть выпускницу и опять же шапку выпускника. Поэтому логично представить, что иных значений искать не нужно. И это название можно объяснить как что-то новое знание или как нечто что-то новое. И парни, пока я искал всю эту информацию, я потратил немало времени. Если вам видео понравилось, то обязательно поставьте лайк. А теперь вы можете перейти в мою группу и проголосовать за понравившееся название проекта. И тут будьте внимательны. Не нужно голосовать за тот проект, где вы играете. То есть не нужно иметь предвзятое отношение. То есть просто какое название проекта вам кажется более подходящее всего. То есть оно более красивое, звучит, либо имеет какой-то глубокий смысл, о котором я поведу. Ох, не важно. Поэтому голосуйте именно за название. На этом всё. Большое спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!